Западно-Казахстанская область для экономики – это в первую очередь крупнейшее месторождение нефти. Рядом с большими добывающими компаниями развиваются сервисные предприятия. Благодаря благоприятному деловому климату и предприимчивости жителей региона возникают и растут новые компании в разных отраслях промышленности, в том числе в обрабатывающем секторе. Один из перспективных проектов – ТО «Плайком Уральск». Уральская компания специализируется на производстве изделий с фанерой и других плитных материалов. Многолетний опыт, высококлассное оборудование, современные технологии и ориентированность на клиента – кредо этого предприятия. История компании начинается с 2001 года, если брать историю компании «Плайком» как холдинга. В 2022 году производственная часть компании «Плайком» в городе Санкт-Петербург была закрыта полностью. После, это было в июне-июле 2022 года, здесь, в Казахстане, было принято решение о создании нового предприятия «Плайком Уральск». И в октябре 2022 года мы открыли здесь производство, основываясь на опыте 20-летним, более 20 лет, компании основной, головной «Плайком». Мы открыли производство в Казахстане полностью с нуля. Наняли персонал, обучили. Была проделана огромная работа по тому, чтобы доказать, показать нашим клиентам, вообще всем тем, кто знает «Плайком», о том, что мы сейчас полностью казахстанское производство. Также хочу сказать, что основным направлением является производство изделий из фанеры, из березовой фанеры в основном, ну и из других плитных материалов. Мы производим изделия для кабельной индустрии, для автомобилестроения, домостроения, а также для индустрии логистики. В месяц мы перерабатываем более тысячи кубов фанеры. По логистике, да, были сложности, сейчас все поломалось, но компании есть, сотрудничаем мы с казахстанскими компаниями. Сейчас эта сфера бизнеса тоже очень-очень сильно перестраивается. Поначалу были сложности, ну и сейчас они есть, естественно. Но все оказалось намного лучше, чем мы предполагали вначале. Потому что изначально сроки нас пугали, мы закладывали очень большие сроки, чтобы с Уральска довести до центра Европы. Мы предполагали одни сроки, а как оказалось, все намного быстрее и все работает, все хорошо. Как работа? Нормально. Успеваете? Производство начинается с того, что принимается заказ от заказчика, изучаются чертежи, детали, все тонкости. Заказываем под него фанеру, то есть сырье, доставляют к нам, принимаем. Ребята принимают оператора ЧПУ, разгружают ее, устанавливают на рабочие столы, запускают программу с дискеты. У нас оборудование итальянского производства. Вообще парк оборудования у нас, как сказать, он нестандартный. То есть сами станки были произведены в Италии, но были модифицированы именно под наше производство. Портфель заказов и список заказчиков Playcom Уральск постоянно растет. Европейские стандарты распространяются и на качество продукции, и на положение работников предприятия. Благополучие сотрудников – приоритет менеджмента. Минимальная зарплата в компании начинается от 250 тысяч тенге. Наш главный приоритет – это одна большая команда. Везде. Open Space. Мы все сидим. У нас нет больших кабинетов. Я, как руководитель, сижу здесь. Бухгалтерия. Администраторы. Логисты. Мы все сидим в одном кабинете. И работаем как одна большая команда. Я здесь практически, ну, уже год скоро будет, вот, 1 декабря. И вот освоил профессию ЧПУ, станка-оператор. Меня обучили здесь. Всему показали, как все работает. Компания аккредитная. Прошло 6 месяцев с тех пор, как я устроился в эту компанию. Мне здесь очень понравилось. Условия хорошие. Я научился работать на станке. Теперь работаю оператором. В нашем коллективе есть сотрудники разного возраста. Они всегда готовы поделиться опытом. Подсказывают, как работать быстро и качественно. Мы сейчас готовим документы на получение сертификата СТКИЗЭТ. Производство казахстанское. Также мы сейчас рассматриваем различные потенциальные для нас рынки. уже внутри страны, так как на данный момент мы 100% экспортно-ориентированная компания. И наши покупатели, клиенты, они в основном, в основном все в Европе. Есть покупатели в Америке, но 90% наверное это все-таки Европа. Но на данный момент интерес к нашей продукции, даже так, не к продукции, а к возможностям, проявляют интерес многие местные, большие компании. Пока я не буду их называть, но в целом мы работаем над тем, чтобы выйти на местный рынок. Для региона и для вообще страны в целом, что мы сейчас предоставляем, это создание рабочих мест. Это самое главное, самое приоритетное наше было решение, что рабочие должны быть отсюда, с Уральска. Почему? Потому что, во-первых, это помогает нашим. Во-вторых, уровень зарплат мы поставили сразу выше среднего. Государство сейчас поддерживает очень сильно компании, которые работают на экспорт. И мы надеемся своим производством, качеством своей продукции поддерживать и улучшать такую марку, сделанную в Казахстане, в Европе.